Родительский дом Покров, который находится в Белгороднестровском районе, оказался под угрозой. Еще в 2013 году решением районной сессии 6-го созыва депутаты утвердили проект, согласно которому на базе детского сада в селе Петровка на втором этаже будет расположен приют для пожилых и одиноких людей. Однако сейчас проведение ремонтных работ приостановили. Нас поддерживали, я хочу сказать, какое обложение там произошло. Там 30% сделано работ. Значит, нас поддерживали этот проект в селе Рада Затоки. Вы знаете, что там тоже не всегда простой депутатский корпус, отрывать от Затоки 200 тысяч. Но, тем не менее, помогли. Спасибо, может, тому, что сам коренный житель, когда-то народился, Звягинцев в Петровке, убедил, что эта проблема есть. Нам помех Юресков Борис Петрович 40 тысяч колос фермерское господарство. И выборы, позаминулые выборы, мне как бы перепало так очолювать всеукраинское аграрное объединение «Заступ», якое выделило 80 тысяч, и на сегодня там поменяно, как вот в нашем здании, таких размеров 25 окон и 4 балконных блоков. Однако, точку зрения о размещении приюта для пожилых людей в детском саду разделяют не все. По мнению новоизбранного сельского головы села Петровка, родительский дом не должен находиться в одном помещении с детьми. Такая позиция вызвала негодование со стороны председателя районного совета ветеранов Павла Лостовецкого и ряда депутатов районного совета. В свою очередь, руководитель сельсовета предложил свой вариант решения. Пустующее здание двухэтажное на территории сельского совета, которое находится за территорией сельского совета, то есть оно в конце села находится. И оно довольно-таки больше подходит, потому что оно независимое, оно отдельное, с отдельной своей территорией, с отдельными помещениями, с выгибной той же ямой, помещение, которое можно, в принципе, задействовать под дом председателя, по большому счету. Его надо было изначально использовать в этом направлении, а не в детском саду его убить. Как утверждает Валентина Орлова, непростая ситуация, которая сложилась с родительским домом, в ближайшее время должна решиться. Ведь речь идет о заботе и уважении к пожилым людям. Они никоим образом не должны быть заложниками политических баталий. Точку в этом вопросе поставил председатель районного совета Валерий Лобанов. По его словам, будет создана специальная комиссия из депутатов районного совета. У нас был диалог следующего образа. Если, да, серебро решает вопрос в отношении этого здания, это здание берется на баланс сельской рады, в последующем передается на баланс районной рады к нашему коммунальному предприятию. Для того, чтобы в последующем у нас не было желающих, вот сегодня одному нравится, второму не нравится, мы этот вопрос проходим в отношении денег, вложенных в это здание. Да, мы создадим рабочую группу, которая рассмотрит сегодня. Здесь у нас в плитке лежит 20 квадратов. Будьте любезны, 20 квадратов в это здание. Сегодня у нас окна здесь стоят, хорошо там стоят. Вот именно с учетом вот этих вот рабочих моментов, которые потрачены на одного здания, на ремонт, и по второму зданию мы сделаем где-то альтернативную, скажем, смену. И я думаю, это будет разумное, нормальное решение. Ну а как долго и насколько эффективно будет решаться этот вопрос, покажет время. Ведь действительно не хочется, дабы политические амбиции народных избранников стояли выше общечеловеческих ценностей.